Добрый день! Сегодня поговорим о Снегиревке. Это не случайно. Снегиревка у нас остается одной из самых горячих точек на карте Николаевской области. Последних две недели так точно у нас мало официальной информации о том, что происходит в этом небольшом городе на северо-востоке Николаевской области. Но в то же время огромное количество очень противоречивой информации в социальных сетях. Поэтому, собственно, о Снегиревке сегодня и говорим. Наша собеседница сегодня Александра. Поэтому, Александра, добрый день! Здравствуйте! А если можно, вот для начала, каким образом вы связаны со Снегиревкой? Я там живу, у меня там родители. Я переехала в Николаев, когда стала учиться там. Но мои родители остались жить в этом городе. И с начала войны, где-то, наверное, на третий день, я вернулась в Снегиревку, чтобы быть с родителями. Сейчас вы за пределами Николаевской области, я правильно понимаю? Сейчас вы в безопасности. Я сейчас нахожусь в Закарпатской области, село Ясиня. Вернее, СНТ. Хорошо. Но некая связь с близкими, со знакомыми, с соседями, у вас... Отец. Отец. У меня отец в Снегиревке. Хорошо. Поэтому, поскольку достаточно много такой противоречивой информации и практически отсутствует официальная, что сегодня происходит в Снегиревке? Вот что там сейчас? На данный момент там, собственно говоря, все точно так же, как и было... Нет, неправильно. Когда я выезжала оттуда, никакой гуманитарной помощи не поставлялось в город. Со стороны Николаева ничего такого не было. Света не было, уже бог знает сколько времени. В некоторых районах Снегиревки света не было, наверное, практически все время военных действий. Там как положили вот эти три опоры вокруг города, так и аминь. И со светом там потом начались просто отвратительные перебои. Подавался свет только на ту часть максимально, где был хлебозавод, что логично. А некоторые районы города получали свет только два часа в сутки. И то не каждый день. Вода, соответственно, тоже была с перебоями. Когда я оттуда уезжала, ни воды, ни света, ни хлеба, ничего в этом городе больше не было. Газ, медицинская помощь. Газ, медицинская помощь. Газа в этом городе толком и не существует. Он в баллонах. И его никто не развозил, его никто не продавал. И это началось еще задолго до, то есть это как вот с начала войны, там это уже начались огромные проблемы с этим. Как лег Калиновский мост, связь с Николаевом как была потеряна, так и аминь. Люди пользуются баллонным газом. И это еще один источник дополнительной опасности, потому что когда у нас к соседу попал снаряд, дом взорвался, потому что у него этот баллонный газ. Ну, в общем, газа тоже нет. Больница. 19-го числа в больнице последний раз был нормальный свет. Марта. В смысле... 19-го марта, да? Ну да. Это был последний раз там нормальный свет. Мы смогли моей маме сделать там рентген ноги. Это у нас как к соседу попал снаряд, мама отбросила взрывной волной, сломала ногу. И вот тогда был свет еще нормальный, а потом его не стало в городе уже окончательно 19-го числа. И вот с этого момента в больнице света не было, пока они стали запускать деску на солярке. И свет стали давать исключительно на хирургию и на подвальное помещение, бомбоубежище, где прятались и жили люди с детками маленькими. Те, у которых разрушены были дома и те, которые просто там прятались, потому что страшно. Было ужасно страшно. И давали там свет где-то примерно с 9-8 утра и, наверное, часиков до трех максимум дня. Ну так это же солярка, потом она закончилась, очевидно. Очевидно, закончилась. И тогда привезли солярку русские оккупанты. Поставили там цистерну с соляркой. Потому что, ну, мы же все прекрасно понимаем, что их солдат туда тоже привозили. Они же у нас стояли с 19-го числа. И когда рассказывали, что в городе они выходят из города, они заходят в город, они никуда не уходили из этого города. У них происходила ротация. Часть выходила, часть возвращалась. Основная масса постоянно находилась в городе. Они не покидали с 19-го числа Снегиревку совершенно. И до вчерашнего дня включительно, но я за сегодня не могу отвечать 100%, у меня еще связи не было с этим городом. Они стояли там, они в городе. И когда рассказывают о том, что они выходят, Снегиревка пустая, у Снегиревки свет, вода. Я приглашаю искренне, я вернусь в свой родной дом для того, чтобы принять там в гостях у себя глубоко уважаемого Кима вместе с его семьей и детками. Чтобы он своими глазами увидел, насколько там прекрасно, какая там восхитительная связь в поле, где стреляют постоянно. Над нами летают снаряды. С Павловки, с Евгеновки. Это поле. Это Снегиревка, Павловка, Евгеновка. Это так вот летает. Чтобы дозвониться до своих друзей в Николай, где выходило это гребанное поле. И мы стояли, там еще люди на шестом участке, из Павловки стреляют орки. И над нами летит снаряд, потому что у него чертов недолет. Он пролетает над нами, и летает не так далеко. На поле солнечных батарей Снегиревской, которая не работает. В Снегиревке два поля солнечных батарей, они не работают. А потом говорят, что в Снегиревке все прекрасно, там мир, покой, связь, интернет. Ну, про интернет я не слышал. Да, действительно, говорят, что ситуация более-менее. Я понимаю, что у вас есть основания так вот эмоционально это комментировать. Скажите, пожалуйста, известно ли что-то о людях, мирных гражданах, которые погибли, либо получили ранения в ходе этого всего? Какое их количество может быть? Ну, как-то можно об этом говорить или сложно сказать сейчас? Какое количество, точно, я не знаю. Когда были первые авиаудары в городе, там погибло, наверное, человек пять сначала. Потом вот во время второго удара, когда погиб наш сосед, вот я точно знаю, раненых хватало. Допустим, после вот этого удара, когда моя мама попала с переломом в больницу, много наших соседей попали тоже в больницу с переломами, с осколочными ранениями, мягких тканей. Я, к сожалению, такой информацией конкретно не владею, но я думаю, больше раненых, чем именно летальных случаев. Хорошо. Ну, а вот вы говорите, что в медицинское учреждение, в том числе и раненые солдаты российские попадают, ну и, собственно, и мирные жители. Но это же не только медицинский персонал, но и для медицинского персонала необходим перевязочный материал, лекарства какие-то. Это есть там, оно физически присутствует? 19-го числа на мою маму потратили последний гипс. То есть после 19-го числа люди, которые попадали туда с переломами, у них гипса не было больше для этого. По поводу перевязочного материала, думаю, что вот бинты, вот что-то такое было. Но медикаменты очень ограничено. Найти уже ничего практически невозможно. Ни в аптеках города, ни в самой больнице. Я даже не могла купить костыли в больнице, потому что там аптека была уже закрыта. Это 19-го числа. Скажите, пожалуйста, а какая-то власть есть в городе? Ну вот условно говоря, либо каким-то образом остатки, может быть, той власти украинской, которая была сформирована до войны, там же у вас ОТГ, не знаю, если это город, городской голова. Ну я просто не до конца понимаю структуру власти, которая там у вас до войны была. Либо, может быть, появились какие-то оккупационные органы, и они как-то что-то там регулируют. Вот что там, вот, собственно, не знаю, на сейчас, на момент вашего дела. Когда мы уезжали, еще никаких оккупационных органов, как таковых, там не появилось. Когда зашли к нам орки на нашу территорию, они где-то, наверное, дня 4, может быть, 5 искали Инну Бойко, это как глава города. Глава города или ОТГ? Или ОТГ? ОТГ. Я так понимаю, ОТГ. Одно и то же. Ну да. Потому что она держала всех в курсе, ну, пыталась. Она и до этой ситуации с, скажем так, с заходом русских на нашу территорию, она город плохо держала. Потому что он скатывался все сильнее и сильнее. И, ну, это было, в принципе, логично, то, чем это все закончилось сейчас. Но потом она просто пропала, ее не могли найти. Она утверждает, что она болела, у нее было плохо с сердцем. Другие утверждают, что она куда-то вывозила свою семью, потом якобы вернулась. Ну, так подожди, там же еще есть, ну, это же ОТГ, там, это, сельская рада. Ну, то есть, там же есть некий круг лиц, я не знаю, полиция. Этот круг лиц искали с собаками. Полиция там уже ничего не делала. Эти самые, сами эти орки потом искали, с кем можно связаться, потому что, ну, как бы в городе ни света, ничего, ну, город просто вымер. Все же попрятались. И попрятались те, которые представляли власть тоже. Уже потом, когда проявилась бойка, дня через четыре, там начались какие-то телодвижения. Она там пыталась общаться с ними. Она пыталась связаться с Николаевым. И это было безуспешно, потому что Николаев толком ничего не давал. Ну, а поскольку это ОТГ, там же еще в нее входят и населенные пункты вокруг. И это какое-то количество сел. А известно, что там происходит? Ну, из того, что вы говорите, мы понимаем, что там просто ложатся снаряды в одну и в другую сторону. Да, так или что-то? Ну, да. Они стоят в Евгеновке, они стоят в Павловке. Стрельба вокруг Снегиревки не прекращалась ни днем, ни ночью. Мы жили на шестом участке. Мы фактически видели и Павловку, и Евгеновку. Русские стоят и там, и там. Стоит их артиллерия. Недалеко от нас, например, там, где мы жили, поставили грады, стреляли в сторону, ну, в сторону позиций наших солдат. Много такой противоречивой информации по поводу того, ну, вот там, то, что называется, такой, буквально взрыв такой произошел эмоциональный вокруг того, что было сказано, что какое-то количество гуманитарной помощи, каких-то грузовиков с гуманитарным грузом было завезено. И вот, как бы, а потом дальнейшая судьба этой гуманитарки неизвестна. Потом, собственно, как минимум в социальных сетях мы видели, что российские пропагандисты показывали сюжеты, что раздается там россиянами какая-то гуманитарка. Вот есть ли понимание, что там вот с этими грузами? Доходят ли они украинские туда, не доходят? Если доходит, то какая их судьба? Доходят ли туда российские? То есть, что там? Смотрите, какая ситуация. Постоянно говорили про одни и те же три фуры в гуманитарке. Я попрошу заметить, постоянно фигурировали три фуры. Сначала Ким говорил, что они доехали до Снегиревки. Потом он говорит, они едут в Снегиревку. Так, они доехали или едут? Ничего не доезжало. Пока мы находились в городе, это было где-то 5 дней назад, или 6 вот так вот, потому что мы выехали, оттуда выбрались. Туда еще ничего не доезжало. Русские не раздавали свою гуманитарку первое время. Что сделали русские? Они тупо вскрыли склады, которые принадлежали Снегиревке, ну, магазинов разных. Вытащили оттуда продукты и раздали людям. Не было там сразу русской гуманитарки. Никто ее не вез. Сейчас, возможно, есть там какая-то русская гуманитарка, но тогда этого не было. А насколько она решает проблему на самом деле? Ну, вот даже российские пропагандисты нам показали там, две банки тушенки в руки. Ну, город отрезан фактически от коммуникации отрезан, ну, больше месяца уже. Две банки тушенки в руки. То есть, там голодают ли люди в Снегиревке, либо как-то они все-таки справляются в этой ситуации? Смотрите, существуют люди, у которых было подсобное хозяйство, у которых до сих пор оно есть. Но вы же не забывайте, это подсобное хозяйство надо поить, его надо кормить тоже. Продукты, которые производит это подсобное хозяйство, надо хранить. У людей поразмораживались борозилки. У некоторых людей, которые не смогли это переработать неким способом, все мы прекрасно понимаем, засолка, варка. Это все испортилось. Но есть люди, которые жили в квартирах, у которых даже этого не было. Муки там нет давно, круп там нет давно. Пожилые люди, семьи, у которых много детей. Проблемы этих людей никто не решал. Никто не решал до 19-го числа, до захода русских войск. И после этого их никто не решал, понимаете? Про них просто забыли. Про Снегиревку как таковую были. Существует военная ситуация, остальной ситуации не существует. Как нам Ким сказал, у вас все не так плохо, в Мариуполе хуже. Снегиревка ни разу не сказала, что у нее так же плохо, как в Мариуполе. Но давайте будем честными, мрут везде. И в Снегиревке тоже. И там хватает и пожилых людей, которые не могут выехать. И инвалидов там хватает, и семей с детьми там хватает. И как бы то ни было, как ни крути, всем помочь, соседи друг другу тоже не способны. Продуктов тоже не хватает. И две банки тушенки в руки, дай бог, что это кому-то поможет. Но если там семья, как я вот знаю семью, восемь детей, и они живут в подвале, потому что их дом развалило, просто развалило, от него ничего не осталось, две стены. Им эти две банки тушенки, простите, как мертвому припарка. Много информации. Сейчас туда как гуманитарка доходит. Сейчас уже да, сейчас там должно быть полегче. Но насколько это полегче? Ее раздают в центре. Кто знает про то, что гуманитарку раздают в центре? Если связи в городе нет. Если для того, чтобы со мной созвониться, мой папа идет, бог знает куда, выходит в поле. Ну то есть. Я даже не знаю, всему ли городу достаются эти продукты. Я уже молчу о том, как, ну, молчу про животных просто. Мы сейчас исключительно о людях говорим. И то, что говорят, оттуда много выехало. Да, но Снегиревка тоже не крошечный городочек. Сколько выехало, сколько там еще осталось. Я, кстати, об этом хотел, ну это отдельный вопрос я хотел задать, по поводу того, была ли возможность выезжать, учитывая обстрелы и все, о чем вы сказали выше, была ли возможность выезжать, и если да, то какое количество выехало людей? Точно какое количество выехало, я вам не скажу. Но стали организовывать люди сами. Это было исключительно, это было исключительно их, как правильно сказать? Инициатива решена. Инициатива самих людей. Они брали автобусы, сами писали на них дети и вывозили людей. То есть этим не занимался мне Николай, этим занимались сами ребята, которые людей вывозили. Люди выезжали на машинах, люди выезжали на автобусах. Было ли безопасно? Ни хрена не было безопасно совершенно. Потому что одну колонну обстреляли на Явкинском канале, мы чудом вообще проскочили, а колонна, которая шла за нами через несколько часов, ее опять обстреляли. И так это продолжалось постоянно. Ну то есть это, это абсолютно небезопасно было выезжать. И вывозили куда могли, как могли, и я благодарна тем людям, которые этим занимались. Мы, к примеру, даже не знали о том, что существует эвакуация. Если бы чисто случайно автобус не заехал на нашу улицу, чтобы поменять колеса, мы бы до сих пор были в Снегиревке. Вот сейчас очень много информации о том, что на оккупированных территориях целенаправленно оккупанты разыскивают участников АТО, бывших силовиков, просто активных, может быть, нелояльных к ним людей. Ну и там достаточно много информации о том, что очень драматично складывается судьба этих людей. Что-то в Снегиревке известно об этом? Я честно скажу, в Снегиревке по поводу убийств я ничего не слышала. Я знаю, что тех людей, которых нашли с террорабороны, потому что у них были списки террорабороны, у... Ну, у оккупантов. У россиян. У оккупантов, да. У них были списки террорабороны. К ним заявились, и с ними, ну, скажем так, был жесткий разговор. То есть к нам приходил парень из террорабороны, к нашему дому, его очень сильно побили, у него искали оружие. Знали, что... Ну, что... Ну, их били. Но чтобы убивать, по крайней мере, вот в Снегиревке, такого не было. Но они искали, они ходили, обыскивали дома. Они в домах искали оружие, они в домах искали террорабороновцев, они искали, они спрашивали, знаем ли мы людей, которые служили в АТО. Их почему-то больше всего интересовали люди, которые служили в АТО и террораборона. Вот других вопросов они не задавали. А известно, откуда, вот, собственно, российские солдаты, которые... Ну, мы слышим о том, что это, в том числе, мобилизованные из оккупированных территорий Донецкой и Луганской области. Здесь у нас присутствуют территории. Они стоят. В том числе и здесь. ЛНР, ДНР они есть. У нас они не стояли. Получается, мы когда разговаривали, собственно говоря, с этими русскими солдатами, они говорили, что вы со Снегиревки можете выехать. Это первое время, когда они не выпускали в Николаев, ну, я имею в виду в эту сторону людей. Они говорили, если вы хотите выезжать со Снегиревки, ездите на Кирпицон. Но они говорят, там стоят ваши, которые ЛНР, ДНР. И вы, говорит, через них не проедете. Потому что, мол, хуже, чем эти, просто нет. Вот. Поэтому это правда. ЛНР, ДНР оттуда мобилизованные стоят. И стоят активно. И стоят они за Россию. И ведут они себя по-скотски с людьми. У вас, вы выше сказали, что были разграблены магазины. Мы тоже много слышим, что на оккупированных территориях вот сегодня процветает то, что называется мародерство. И не только там магазины, либо склады, но в том числе и в жилой сектор заходят, там выносят все, что угодно. Вот что там? Что в Снегиревке? Когда мы были там, то они пооткрывали магазины. Они, вообще, первая волна, которая зашла в Снегиревку, ну, чтобы вы понимали, это же не одни и те же. Первая волна, которая зашла в Снегиревку, они первым делом пооткрывали магазины, повытаскивали паки воды, там какой-то сыр твердый, то, что, ну, еще было в каких-то магазинах, они себе подоставали. Они вскрыли 33 квадратных метра, вытащили оттуда генераторы, фонарики, уголь, русские, я имею в виду, уголь, дрова, вот это для мангала, чтобы греться. Власть, которая в городе не сделала абсолютно ничего, серьезно, вообще для города не сделала абсолютно ничего. Город потихонечку загибался, 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 загибался. И какие-то там ее телодвижения, этой бойкой, какие-то попытки один раз раздать гуманитарку, неувенчавшуюся успехом, потому что она собрала огромную очередь просто, вместо того, чтобы разлить эту гуманитарку на несколько секций. Даже элементарно не смогли развести эту гуманитарку людям, которые не могут физически прийти. Я сейчас не обо всех жителях, я о тех, кто действительно в этом нуждался. Про Николаев я даже говорить не хочу. Я была настолько разочарована вообще, то есть в элементарном каком-то человеческом отношении вы не могли помочь. Я это прекрасно понимаю. У вас не было возможности, вы не могли пробиться, оккупаться и так далее. Я молчу о том, что по Снегиревке эти колонны вражеские ходили пешкодралом просто туда-сюда, туда-сюда все это время. И никто не додумался, что Снегиревку надо было как-то защитить, окружить, не пустить. Это рано или поздно должны были у нас стать. Это было, блин, логично. Они ходили через эту Снегиревку просто постоянно. Мы звонили, мы видели эти колонны, мы звонили, старались о них говорить, в Николаев, что вот, такое количество идет. То есть люди социально старались как-то помогать, ну, в том смысле, что вот идет колонна. У нас терра обороны было человек 20 с автоматом. Мне интересно, вот мы могли остановить вот этих вот захватчиков, которые в Снегиревку пришли? Нет, не могли. Мог что-то для этого сделать Николаев, я уже не знаю. А когда Ким рассказывает о том, что в Снегиревке все прекрасно, не надо ныть, надо выходить на улицу и хоть что-то узнавать, смею ему доложить, люди выходили, выходили в поле, что было ведь связь, когда над ними стреляли. И там пальба происходит, не прекращается. Постоянно разрушаются дома в Снегиревке, в Павловке, в Евгеновке и так далее. А по поводу простых жителей, когда открыли хлебзавод, му, сахар и дрожжи растащили свои, свои. Солдатам же мука не нужна, им хлеб нужен. Они хлеб забрали, а наши растащили оттуда муку, дрожжи, сахар, все, что могли, оттуда вытащили. То же самое произошло с 33 квадратных метра. Мародерство было просто на высшем уровне. Вытаскивали в городе, где нет света. Люди тащили из 33 квадратных метра телевизоры, холодильники. Это город просто превратился в анархию. Повзламывали магазины, все, в которые можно и нельзя. Да. Когда нет власти и когда никому это все сдержание, люди превращаются в звери. И процесс таких людей в городе оказался достаточно приличным. Да, я думаю, что на самом деле, когда, даст Бог, закончатся боевые действия и закончится война, действительно, нас всех еще ждет очень такой серьезный разговор по поводу того, как мы жили до войны и почему именно так все происходило. Наверное, так, да? Да не будет никакого разговора. Это все забудут и те, которых наградили сейчас, их оставят в героях. И простят им какие-то высказывания во время военных действий, спишут это все на состояние аффекта. А все, что происходило в таких маленьких городах, как Снегиревка, назовут просто ситуацией, военной ситуацией. Война есть война, на войне есть жертвы. Выехали, молодцы. Не выехали, ну бывает. Хорошо, Александр, спасибо большое. Очень содержательный разговор. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!